Сегодня мы поговорим об операторах. Операторы присутствуют в Haskell так же, как и функции, однако вызываются несколько в другом стиле. Давайте рассмотрим пример. Функция, например, функция max, вызывается в префиксном стиле. Слово префиксное означает, что сама функция идет перед своими аргументами. В противоположность этому операторы вызываются в инфиксном стиле. Например, оператор сложения находится между двумя своими аргументами. Однако это отличие можно убрать. Функции можно вызывать в операторном стиле, а операторы можно вызывать в функциональном стиле. Для того, чтобы вызвать функцию в операторном стиле, нам нужно поместить эту функцию между аргументами, как будто бы это оператор. Но для того, чтобы указать, что это действительно оператор, мы должны заключить имя этой функции в обратные кавычки. Мы видим, что функция max работает и как оператор в третьем примере, и как функция в первом примере. Точно так же, как функции можно использовать в операторном стиле, операторы можно использовать в функциональном стиле. Для того, чтобы использовать оператор в функциональном стиле, мы должны заключить его в круглые скобки. Пример с оператором сложения, вызванным в функциональном стиле, возвращает нам сумму двух значений 6 и 7. Все операторы в хаскеле бинарные, то есть принимают ровно два аргумента. За одним досадным исключением. Это досадное исключение унарный префиксный минус, который служит для того, чтобы, например, возвращать отрицательные числа по положительным литералам. Есть и бинарный минус. Из-за того, что два этих оператора присутствуют у нас в языке, возникают некоторые коллизии и некоторые неудобства работы. Именно для того, чтобы различать минус, который является лунарным, и минус, который является бинарным, и служит договоренность, про которую мы говорили, когда отрицательное число используется в качестве аргумента функции, то его нужно заключать в круглые скобки. Ну вот, перед вами пример, который показывает, какой синтаксис работы с отрицательными аргументами принят в языке хаскель.